Всем привет, это RTVI в московской студии. Андрей Ижов, и я рад приветствовать сегодня у нас в гостях политика, директора совхоза имени Ленина Павел Грузинин в нашей московской студии. Павел Николаевич, спасибо, что лично пришли ответить на наши вопросы, а то все чаще сейчас гости по скайпу. Ваше место в списке теперь, соответственно, кто будет занимать? Ну, там поднимается вверх уже Афонин, да, он стал третьим теперь. Ну, слушайте, отряд не то, чтобы не заметил потери бойца, но я думаю, что он не выйдет из боя и благополучно пройдет и победит. Нет, тут же много вопросов. Мы же с вами точно знаем, что о честных выборах приходится только мечтать. Но если честные выборы были бы на сегодняшний день, то нет партии, которая бы соперничала с КПРФ, и КПРФ заняла бы точно первое место. Как вы думаете, КПРФ столкнется с фальсификациями? Ну, понятно, что не в свою пользу по итогам этих выборов. У этого нет никаких сомнений ни у кого. Власть подготовилась. Трехдневное голосование, электронное голосование, отсутствие видеонаблюдения. Все это сделано не для того, чтобы совершить честные выборы и как-то, скажем так, получить волеизвеление народа. Это все сделано для других целей. Насколько сильно, скажем так, будет искажение, зависит только от одного. Как люди придут на выборы. Потому что главное, с чего мы начинаем, с чем заканчиваем, что плохую власть избирают хорошие граждане, которые не ходят на выборы. Но если они все придут, ясно, что у «Единой России» и у других партий нет шансов. У КПРФ реально возможность получить больше 50% мандатов. Это я уверен. Но при этом у вас не складывается ощущение, что о том, что выборы произойдут в сентябре, мало вообще кто знает и забывателей. И опять же придет тот самый, что называется, зависимый электорат, который проголосует понятно как надо. Да, несчастные бюджетники, которых заставляют идти и голосовать, еще и показывать, как они голосуют. Слушайте, ну давайте так. Люди, то есть власть сушит явку, это понятно всем без исключения. Ну и она тоже особенно этого не скрывает. Но Геннадий Андреевич, как ты сказал, абсолютно прав, что, наверное, это последний шанс изменить положение дела в стране мирным путем. Потому что можно бюллетенем решить вопрос, а можно булыжником. Так вот мы не хотим этих булыжников, а вы видите, что напряжение людей по абсолютно разным поводам, экологическим, финансовым, экономическим, различным, оно, конечно, нарастает. Поэтому, может быть, лучше делать то, что предлагает КПРФ, а именно в диалоге, в парламенте решать эти вопросы, а не решать вопросы на улице. Поэтому уверен, что мы сделаем все для того, чтобы увеличить явку, несмотря на то, что нам будут мешать, ну а потом добиться все-таки честных выборов, потому что, ну, мы сейчас объявили вот этот народный контролер программу. Ну и много очень людей записываются и хотят нам помочь. Тем более, что все прогрессивные силы, они все объединяются. Вот знаете, слышали про умное голосование? Вот я считаю, что умное голосование... Говорим об этом. Павел Николаевич, возвращаясь к вчерашним событиям, к снятию у вас окончательного уже из списка в КПРФ, Элла Памфилова уже после рассмотрения этого кейса в Верховном суде призвала вас, во-первых, не лить помои на цик, это я сейчас буду цитировать, и назвала вас человеком, который, цитата, «много лет выводил в грязные офшоры миллиарды заработанных другими людьми трудовых рублей». Вы что бы сейчас могли ответить главе Центра избиркома на вот это заявление? Я думаю, что надо подать в суд, и пускай она докажет в этой офшоре, о котором мы говорим, в документах и Верховного судья лежат документы, что у этого офшора не было расчетных счетов вообще. А если не было расчетного счета, то вывести ничего невозможно. Тем более, что совхоза Милленина на протяжении 26 лет, сколько я им руковожу, никогда не выплачивала дивиденды. И поэтому вывести что-либо было технически невозможно вообще. И поэтому вот эти вот умозаключения Иллы Панфиловой ни на чем не основаны, а она же точно знает, и меня проверяли в 2018 году и сейчас, что никаких денежных средств, никаких расчетных счетов за границей у меня нет. Поэтому, ну да. То есть вы, ваши юристы, готовы подать исковое заявление? Я думаю, что мы это сделаем. Тем более, что, ну это уже прямое оскорбление. Я там слышал фразу о том, что вот, надо было не выводить деньги, а строить еще больше школ. Илла Панфилова просто не знает, что на самом деле делал коллектив совхоза на протяжении 20 лет. Ну и в ближайшее время мы и покажем, ну и расскажем, что не дело руководителю такого ранга клеветать на обыкновенного директора совхоза. В России 2018 года, когда вы пробовали себя в качестве кандидата в президенты, и Россия сейчас, 2021 года, что изменилось в целом? Не конкретно для вас и для партии КПРФ, а именно для политической системы. Это действительно разные страны, как многие говорят? Или все-таки страна по-прежнему тоже? Я, наверное, с ним соглашусь. Действительно, репрессии, они стали видны уже неооруженным глазом. И то, что можно было делать в 2018 году, в 2021 просто невозможно сделать. Представьте, какое количество совершенно неправосудных приговоров было вынесено по различным людям, ну и по несистемной оппозиции, и по системной. Сколько репрессивных законов было принято? Вы же даже посредством массовой информации видите, что существенно усилилось давление. Найти свободного журналиста, который может высказать собственное мнение, практически уже невозможно. Сколько теперь стало инагентов и вынуждено было закрыться? Ну, это ухудшение общей политической и экономической ситуации видно неооруженным глазом. Причем, знаете, как-то президент Российской Федерации, выступая в ООН, по-моему, сказал, что вы вообще поняли, что вы натворили? И вот хочется обратиться к власти. А вообще понимаете, что вы делаете? Что вы натворили со страной даже за вот эти последние три года? Причем такие судьбоносные вещи, типа пенсионной реформы, типа увеличения налогов, типа уменьшения возможностей свободно высказываться. Ну, в общем, во всех сферах ухудшение видно уже просто явно. Мы-то предлагаем улучшить жизнь простых людей и предлагаем пути выхода из кризиса, предлагаем, как это сделать. Но с упорством, достойным лучшего применения, власть идет в совершенно другом направлении. Вы уже сами упомянули о проекте Алексея Навального «Умное голосование». Это такая стратегия консолидации протестных голосов. Как думаете, она насколько будет успешной для КПРФ? Много ли принесет дополнительных голосов? И как это бьется, на самом деле, с теми заявлениями Геннадия Андреевича про Навальнятину и вот все то, что я цитировал в начале нашего разговора? Фраза «Умное голосование» не предусматривает только наличие, ну, когда, скажем так, права Навального использовать это. Мы же понимаем, что этот бренд ассоциируется скорее с ним, чем с ним, друзья? Нет, нет, нет. Для меня он ассоциируется с КПРФ. Если я считаю, что это «Умное голосование» для меня, это голосование за представителя КПРФ Российской Федерации. И поэтому я считаю, что самым «Умным голосованием» будет голосование за нашу партию, за нашу программу. Можно разные термины применять, но, понятно, одно. Из тех списка 14 партий, которые вы обнаружите там, вы видите только номер один, вот честно. Ну, потому что другие все так или иначе уже доказали, что они являются либо спойлерами, либо, скажем так, дышат в унисон с «Единой Россией». И, как говорит Геннадий Андреевич, это абсолютно правильно. Их появление только для того, чтобы оттянуть какие-то голоса у КПРФ, у реальной оппозиции и, значит, потом слить их по нашему законодательству к тому, кто должен, по их мнению, набрать большинство. Поэтому, знаете, какие расстроенные лица были у Сурайкин, у других, которые увидели, что КПРФ вытащило первое место в списке. Ну, потому что все... Аксим Сурайкин – это коммунист России, надо же я пояснил. Ну, да, что такое, да. И они были просто, не могли сдержать эмоции. Ну, потому что вся идея была в том, что где-то там КПРФ будет где-то, а тут, значит, и можно будет перепутать. Такое бывало, кстати, часто. А теперь спутать гораздо сложнее. И они были очень расстроены. А реально, все же понимают, что идет борьба между либералами, капиталистами, ну, и клиптократами, и социалистами. Те, которые на самом деле последовательно защищают интересы простого народа, трудящихся, хотя трудящихся все меньше и меньше в нашей стране, к сожалению. Но все равно люди, которые едва сводят концы с концами, люди, которые бедствуют в богатой стране, они все будут за КПРФ, это понятно. Политолог Андрей Колесников в нашем эфире вчера так осторожно сравнил вас с Алексеем Навальным, назвал вас популистским политиком. Вы считаете себя популистом и вообще корректно ли сравнение с Алексеем Навальным? Кто мне сказал? Политолог Андрей Колесников, это эксперт Московского центра Карнига. Слушайте, вот этих политологов, мне хочется собрать их всех и сказать, а кто вы такие, что вы сделали вообще? Вот у вас есть что-то, кроме, ну, вот такой болтовни иногда часто спускающейся из Кремля, откуда-то, а реальное положение жизни, вот вы знаете, я всегда говорю, слушайте, вот вы все время рассказываете про популиста, да, или про миллиардера, или про олигарха какого-то. Вообще понимаете, кто такой олигарх? То есть это крупный бизнес, поддержанный властью, и срошившийся с ним. Ну, кто? Я крупный бизнес, и что? Тем более, я поддержан властью. Или, например, миллиардер. Ну, слушайте, мои доходы были известны всем всегда, и уж просвещай, потому что мои доходы известны, и это никакие не миллиарды. И сейчас уже прекратилось вот это. Вот раньше, помните, было, что миллиардер, а теперь даже моя бывшая супруга в своем исковом заявлении согласилась с тем, что никаких миллиардов нет. А что касается популиста, ну, приезжает, пускай приедет в совхоз, и я с ним пойду вместе показывать детские сады и школы, то есть то, что реально можно пощупать, потрогать и посмотреть. А потом подойдем... Поэтому он называет популистом и вас, и Алексея Навального, и ставит тем самым вас в один ряд. Вы с таким сравнением? Насколько оно корректно? Он может называть нас кем угодно. Вопрос это, а судей кто? Еще раз, мы совершенно разные люди. И я думаю, что вот эту опасность, которую в нашем движении почувствовала, в том числе и администрация, в том, что мы реально можем показать, что мы сделали за последние годы. Вот народные предприятия, о которых говорит Геннадий Андреевич, они не просто говорят, они еще и делают. И зарплата, доходы выше 100 тысяч у простого рабочего, и лучшие детские сады, и школы, и парки, и поддержка пенсионеров. Все это можно реально потрогать, попробовать и увидеть. Такие же мы популисты-то. И тем более, вот у Навального нет, у него есть, ну, скажем так, реально, он действительно многое показал, как борец с коррупцией. Но мы точно так же боремся с коррупцией. А что КПРФ не вносила предложение, скажем так, ратифицировать 20-ю статью Конвенции о борьбе с коррупцией, она же это делала реально. Она же предлагала провести расследование парламентское по Сердюкову и несколько раз. Она же предлагала внести в законы такие, которые позволяли бы чиновников сразу, которые не могут объяснить, откуда у них доходы, увольнять. И это все делала КПРФ. Она, может быть, не так раскрутилась, как Навальный, но именно в качестве борца с коррупцией она сделала не меньше. Но тут КПРФ скорее предлагала, как вы сами перечислили, в то время как Навальный, собственно, расследование выпускал одно за другим. Знаете, Рашкин тоже выпускал расследование за одно за другим. И Бондаренко, вы посмотрите, каждый на своем уровне это все делал. Да и даже я выступал, я же тоже являюсь депутатом местного совета, и говорил об этом, значит, и о коррупции. Еще раз. В этом смысле объединять всех, кто против коррупции, в том числе и президента Российской Федерации, можно. И говорить, что все они популисты, потому что они говорят, но ничего не происходит, коррупция пока побеждает. Мы же предлагаем реальные действия, которые нужно сделать, и тогда коррупция уменьшится, как минимум. Потому что, если коренить ее, даже и Германия не может, и многие другие. И все, коррупция присутствует. Но сделать так, чтобы наказание за коррупцию было неотвратимым, можно сделать совершенно спокойно. То есть пойти по пути Сингапура, и этот путь не придумал ни Навальный, этот путь придуман до него. И должен быть взят на вооружение. А что касается популистов, еще раз, нет ни одной политической силы в стране, которая бы реально могла показать успехи таких предприятий, как Солисибирская в Иркутской области, как Звениговский морел, как Совхоз Ленина в Московской области, как Ставрополь и Богачево хозяйство. И поэтому мы реально не просто говорим, мы еще и делаем. Вот в этом-то и главная опасность КПРФ. Так же получилось, что мы говорим сегодня в годовщину отравления Алексея Навального. Сегодня он опубликовал колонку сразу в трех европейских изданиях и призвал вводить Запад санкции против олигархов из окружения Путина. Вы такой призыв разделяете? Скорее согласны с ним? Может ли это эффективно как-то помочь в борьбе с коррупцией в целом? Я думаю, никто не сможет помочь нам в борьбе с коррупцией из-за границы, если мы сами не начнем реально заниматься этим делом. И знаете как, в России уже невозможно разрушить снаружи, ее можно только изнутри разрушить. Коррупцию можно победить только внутри. Поэтому я бы призвал больше наших парламентариев перейти от склов в делу. Потому что если вы каждого возьмете, я имею в виду, неважно из какой партии, все будут говорить, что мы против коррупции. Но тогда примите законы, которые предлагает КПРФ. Тогда сразу коррупция уменьшится, это же понятно. Но почему-то все за борьбу за коррупцию, но никто не хочет принимать законодательство. В том числе это касается и правительства. Но вносите законы. Кстати, слышали, да, все-таки под давлением, наверное, общественности, президент сейчас стал больше говорить о том, что чиновников надо заставить больше отчитываться. Но, еще раз, наказание должно быть неотвратимым. Нельзя придумать закон, который бы действовал избирательно. К сожалению, наши суды действуют абсолютно избирательно. Ну, и к тем, кто ворует из бюджета. И поэтому сплошь и рядом условные наказания за огромные хищения, но одновременно реальные наказания за, там, не знаю, батон колбасы украл, и ты сразу можешь сесть. А вот если ты украл миллиарды, то ты почему-то должен либо условно отделаться, либо вообще, скажем так, по амнистии выйти. Вот это самое неприятное, когда суды, они, к сожалению, не являются независимыми, мы это видели и вчера, они действуют по телефонному звонку, а не по реальному закону. Это подрывает вообще веру в государство и основные принципы, которые заложены в Конституции. Павел Николаевич, у меня последний вопрос. Я помню о вашем тезисе, о том, что до всего надо дожить, но, тем не менее, в большую политику возвращаться планируете? 2024 год, на самом деле, совсем скоро, это все кажется, что три года это какой-то большой срок. Планируете хоть как-то, не знаю, участвовать в президентских, все же самых выборах, или здесь вопрос закрыт, все-таки муниципальный уровень, город видно, и это, наверное, по-другому. Давайте так, я сегодня написал заявление, и с депутатов уйду, потому что я становлюсь доверенным лицом КПРФ, это невозможно совместить, депутаты не могут быть доверенными лицами, а теперь я выкинут из этой гонки, то есть я все равно буду доверенным лицом КПРФ. Поэтому никуда из политики уже не уйдешь, если ты уйдешь из политики, политика придет к тебе, и вы должны тоже это знать. Сколько бы вы не выполняли, если вы честно исполняете свой журналистский долг, то рано или поздно вы станете политиком, ну, потому что к вам придут, если вы честно будете освещать то, что происходит в стране. Поэтому политика, она никуда не делась, другое дело, что вы говорите о 2024 году, и правильно сказали, до него дожить-то еще надо, а потом вы же понимаете, что... Ну, сказали. Да, значит, какая ситуация будет в КПРФ, потому что у них очень много молодых, вот я действительно не кривлю душой, когда говорю, слушайте, вы посмотрите, какая скамейка запасных у КПРФ. Ни у кого нет таких молодых перспективных политиков, сколько их я видел, когда я ездил по регионам. Я могу 10 человек назвать, которые достойны и могут стать кандидатами в президенты в 2024 году. Если такие выборы будут в 2024 году, еще неизвестно, что будет у нас. Поэтому, когда КПРФ решит, ну, тогда будем это обсуждать. А сейчас что обсуждать? Ну, вы, так скажем, готовы в эту воду войти в очередной раз? Или пока сложно об этом говорить, все будет зависеть от решения партии? Кого вы хотите напугать, я не пойму. Меня даже депутаты не пускают. Поэтому, еще раз, все это зависит от КПРФ. Кого они будут выдвигать, это их внутреннее дело. Вот стану, скажем так, членом КПРФ, буду одним из тех, которые будут принимать участие в решении этой проблемы, я думаю. Потому что все рядовые коммунисты обсуждают это все, потом приходят пленом ЦК, потом съезд, и все равно без съезда. И там, кстати, альтернативные варианты. Ну, вы, кстати, видели, как в 2018 году они выбирали из пяти кандидатов, предложенных им левопатриотическими силами. Значит, это было много обсуждений. И до последнего момента никто, в том числе и я, не знал, кого они изберут в качестве кандидата. Поэтому давайте не будем, скажем так, фантазировать. Что ж, доживем до 2024 года. Я думаю, до этого момента не раз еще встретимся с Павлом Грузининым в эфире РТВ. В том числе я напомню, что политик и директор совхоза имени Ленина был гостем в московской студии РТВ. Спасибо, что пришли к нам. Меня зовут Андрей Ежов. Оставайтесь на РТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова